Альфред Грибер. Авторский курс «Речевой этикет в иврите». Урок номер 15. Формулы речевого этикета при запросе информации. Урок ведёт Альфред Грибер. При минимальных контактах на улице, в транспорте, в магазине и т.д. какие-либо вопросы или просьбы задаются обычно после этикетного вступления. Например, слеха. Прости, простите. Извини, извините. Слиха. БВКШ. Пожалуйста. Будьте добры, будьте любезны. БВКШ. Теслахли. Прости меня. Теслахли. Однако, в тех же условиях, при более длительном общении, когда используются вторичные вопросы, уточнения или запросы дополнительной информации, вопросы или просьбы, могут предваряться указанием на желание или необходимость знать что-либо. Например, Я хочу спросить тебя. Выяснение. Различных обстоятельств при длительных контактах могут быть выражены следующими фразами. Я хочу задать вопрос. А нироце лишь оль шейла. Извинительность, вежливость, доверительность и мягкость могут быть выражены следующей фразой. А нироце. Я хотел бы. А нироце. Большая категоричность и требовательность при необходимости выяснения чего-либо. Могут быть выражены следующей фразой. А нироце. А нироце. А нироце. А нироце. Могут быть выражены следующими фразами. Мэньен. Интересно. Мэньен. Мэньен. Мэньену ти. Мне интересно. Меня интересует. Мэньену ти. Акцентирование в ходе беседы важности каких-либо моментов для запрашивающих с точки зрения планирования его деятельности может быть выражено следующей фразой. Хашув ли. Мне важно. Хашув ли. Хашув ли. А нироце. А нироце. Я не помню мужской род. А нироце. А нироце. А нироце. А нироце. А нироце. Я не могу вспомнить. А нироце. 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 Шахахти. Я забыл или забыла. переспрос или уточнение сведений могут быть выражены следующими фразами тогда я хочу спросить в таком случае я спрашиваю мужской род в таком случае непонятно тогда нужно выяснить в таком случае интересно выяснить в таком случае Продолжение следует...